Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня очень знаковая для меня передача, потому что 27 марта исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Гуревича, а выдающегося кинематографиста, киносценариста, режиссёра, теоретика и практика кино, то есть он был блестящим кинокритиком, и выдающимся педагогом. Когда я говорю «выдающийся кинематографист», я не преувеличиваю. Я говорю так не только потому, что это мой муж, а потому, что это как бы факт, признанный его коллегами и кинематографистами. Причём работал он не только в Советском Союзе, а известен он был, в общем, и в мировом сообществе кинодокументалистов. Это основная его была деятельность. Вообще, надо сказать, что Гуревич был невероятным фанатом кино, и это определило всю его жизнь. Хотя он родился в Воронеже, его мама была доктором, папа был фармацевтом, то есть к кино никто не имел отношения. Но Лёня как-то вот с детства увлёкся кинематографом, мечтал поступить в АВГИК, он окончил с отличием школу, затем с отличием Воронежский государственный университет, он в профессии был химик. Но когда пришло время поступать в АВГИК, так сказать, куда он и хотел поехать, это было не лучшее время. Время было, когда травили космополитов, и все эти дела еврейские происходили, и мама его уговорила этого не делать. Он закончил, как я вам сказала, блестящий Воронежский университет и уехал в Саратов, работал на заводе. У него даже было несколько каких-то открытий в той химической области, с чем он работал на заводе. Но, конечно, страсть к кино осталась. И Гуревич впервые в Советском Союзе организовал любительский киноклуб, который стал известен на весь Советский Союз. Он завоевал первые его фильмы, завоевали большое количество премий. И оттуда вот как-то он начал все больше и больше заниматься кино, тем более, что туда приехала группа, которая снимала «Необыкновенное лето» и по роману Алексея Толстого «Сестры». И он познакомился с Владимиром Басовым. Они очень подружились. И Леня практически все время свободно от работы проводил на этих съемках. И уже после этого он решил ехать в Абгик. И поступал он туда пять раз. Пять раз он набирал самые высокие баллы. По-моему, раза три из них было максимум. Но его ни разу не приняли. По разным причинам. То у него не хватало опыта производственного, то он что-то не так сделал. То, так сказать, Леня всегда отличался, знаете, нестандартным поведением. Несмотря на то, что он был комсоргом у себя в университете, и ему даже прочили, так сказать, дальше эту партийно-комсомольскую карьеру, он всегда делал то, что не попадало в какие-то разумные рамки, когда можно было на это закрыть глаза. И каждый раз у него случались такие истории по всей его жизни. И он уехал в Молдавию после поступления в Абгигне состоявшегося. И начал работать там. Работал он как кинокритик, как обозреватель кино в газете. И уже там проявилась его совершенно блистательная способность. Он великолепно писал. Вообще нельзя сказать, что он был просто кинокритик. Он, безусловно, был хороший писатель. И затем он получил приглашение поехать в Киргизию. Знаменитое киргизское чудо, где возрастали в то время в отдаленке, вдалеке от столиц, от цензуры, произрастали будущие звезды советского кинематографа. И вот это знаменитое киргизское чудо тоже не обошлось без Гуревича. Потому что в то время Министерство кинематографии в Киргизии возглавлял удивительный совершенно человек, который поверил Гуревичу и дал ему карт-бланш. И он стал приглашать молодых и очень талантливых людей. В том числе он привез туда на первые картины Ларису Шипитько и Андрона Кончаловского, где он и сделал своего знаменитого первого учителя. Но там тоже не сложилось, потому что, опять же, получилось, что в разрез с партией и с линией партии Гуревич уехал в Москву и получил приглашение на экспериментальную студию при «Массфильме», которую возглавлял Чухрай. Это была знаменитая киностудия, которую во многом организовал отец Владимира Познера, который долгие годы работал продюсером в Голливуде. Но до этого Гуревич успел поставить свой первый художественный фильм. Он вообще вся и мыслил только в художественном кино. И он поставил свой первый фильм «Девчонки с юга». И фильм был профессиональный, хороший, но как бы не такой получился звездный, как первый учитель Кончаловского. Но там Гуревич тоже отличился, потому что он стал прикрывать фильмы. Был знаменитый такой триптих «Начало неведомого веха», который должен был выйти к 50-летию советской власти. Это было признано антисоветским. И в результате Гуревича оттуда, можно сказать, уволили. И так началась его карьера в документальном кино, которое стало его основным любимым детищем. И что говорить? Конечно, эпоха Гуревича в документальном кино, можно так сказать, она существовала. Все его ученики сегодня ведущие кинодокументалисты и режиссеры игрового кино в российском кино. И сегодня я вам показываю программу, которая снята с его учениками на нашей кухне, где проходили занятия его школы, где он преподавал на высших курсах сценаристов и режиссеров. Так что, друзья мои, получите удовольствие от общения с этими талантливыми кинематографистами. И с Леонидом Гуревичем. Но внутри этой системы предложены вашему вниманию. А не потому, что там вы бы сделали это кино иначе. Это разумеется. Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас вновь из Москвы. И на этот раз я хочу пригласить вас в свой дом. Московский дом. Но не просто для путешествия по своей квартире. Это, наверное, тоже было бы интересно. Но причиной сегодняшней нашей передачи явилась совершенно удивительная возможность собрать учеников. Я, к сожалению, не могу собрать всех учеников своего мужа Леонида Абрамовича Гуревича, профессора и руководителя документального отделения высших курсов сценаристов и режиссеров. А вот те, кто сегодня в это летнее время горячее, которое обычно, конечно, используется для съемок в кино, согласились прийти сегодня и поговорить о том, что же такое высшие сценарные курсы, что же такое обучение на режиссера, если можно так сказать, и в чем заключался секрет школы Гуревича, который выпустил огромное количество мастеров документального, да и художественного кино сегодня, которые, не побоюсь громкого слова, сегодня составляют цвет российской кинематографии, но прежде всего, конечно, документальной. Кто тут жив-здорово? Здравствуйте. А где мы разговались, я уже не помню. Мы попробовали повторить, как занятия со студентами проходили при Леониде Абрамовиче. Сегодня пришли выпускники двух последних мастерских Гуревича, выпуска 98-го и 2000-х годов. Но со всеми студентами без асцены была одна и та же, да и еда была в основном традиционной. Все дружно накрывали на стол, кто резал салат, кто сыр и колбасу, варили картошку к селедке и обязательно присутствовали сосиски. Последние мастерские пришлись на трудные годы, когда не только у студентов, но и у мастера не хватало денег. Однако Гуревич кормил ребят обязательно. Устанавливалась душевная атмосфера, что располагало к откровенному разговору. Результатом этих нетрадиционных занятий стали талантливые фильмы, фрагменты из которых вы увидите в этих передачах. Все эти фильмы имеют множество российских и международных наград. Сосиски, ребята. Я очень благодарен началу 80-х, потому что это было второе дыхание. Я увидел, что мне это интересно. И вот примерно с 82-го в 83-го я регулярный официальный педагог, хотя ни доцент, ни профессор, ни кандидат, ни доктор. Никаких у меня нету регалий. Мне это интересно, мне это нравится. Я не устаю это делать, потому что ребята интересные. Как у тебя где так? В общей сложности-то 30 наберется, потому что восьмая уже по счету мастерская. Нет, седьмая. Мастерские на мастерские не похожи. Есть где возникают товарищества, слиянность, ощущение цеха, как когда-то в средневековье. Мастер и ребята подмастерия. У меня была такая первая, особенно вторая. Я очень дорожу Голынкиным, Мерзояном, Вельмуратовым, Валей Руденко. Это была компания замечательная. В 80-х, 90-х годах мистерская сцена была та же, как и сейчас. Ребята собирались на кухне, я кормила их вкусными обедами. А параллельно Леонид Гуреевич ввел мастер-класс. У меня сейчас мастерская не похожа ни на кого из предыдущих. У нас практически вся мастерская жила в общежитии. И мы приходили, естественно, мы что-то приносили с собой, что могли, с дырой покупали колбасы там какой-то. Но вот эти вот сосиски всегда были. Началось с того, что одна из мастерских проходила у нас в общежитии. И Леонид Гуреевич смотрел на нашу закуску, что мы там предложили. И после этого в общежитии мастерских уже не было. Мы собирались здесь. Да. И всегда, причем мы уже знали, что будут сосиски. Вот он всегда варил сосиски. Всегда была горчица. И вот с сосисок начиналась мастерская. Мы иногда попадали на везуху. Помнишь, здесь останавливались всяческие ученики из Средней Азии. Они были. Лов. Лов был. Да, 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 да. Нет, ну на самом деле, мастерские, это само собой, но этот дом еще запоминался тем, что происходило бесконечное какое-то знакомство, потому что помимо того, что мы собирались и общались на предмет профессии, да, приходили какие-то другие люди, гости, выпуски. Вот мы, например, почему не оказались обособленными, там каждый год и каждый свой выпуск. Арнольд закончил обучение в 96-м, да, по-моему? Нет, в 98-м. В 98-м. Ты в 96-м. Я в 96-м. Но все мы познакомились, в конце концов, не в домике, но там где-то, не на русских и сушских курсах, а вот именно здесь. Вот разные выпуски. И, в принципе, и дружба стала происходить, и возникает. Нет, даже если приходили в дом кино, или Анид Абрамович обязательно всех знакомил. Да, и знакомил. Собирался огромный стол, вот такой вот большой, все столы сдвигались, и вот так вот все познакомились. А, иди сюда, там вот. Вот я точно помню, что с тобой и со мной ты. Здесь, да, совершенно верно. Я еще одна замечательная депута, я вам сделал. Он обожал устраивать своих учеников на всяческие работы. На работу, да. Да, друг к другу, да. Ты помнишь, был этот проект, как же у нас, «Сокровенные люди», где работали три поколения мастерских. Как вы себя чувствуете? Не чувствую, не говорю. Значит, беременности нет. Беременность убрали. Понятно? Они, может, от того, что время другой техники, вооруженные маленькими камерами с прекрасными возможностями, сочетая в себе одновременно оператор, они проникают в сердцевину коллизии и людей, с которыми они хотят общаться. И вот изнутри они не боятся достичь самых болевых точек взаимоотношений. Получается и правдиво, и пристально. А это значит, что впускаются вещи, которые обычно избегаются. А как же? А там сочится кровь, там боль, там драма, там ужас, там и грязь, ради Бога. Они смелы в этом откровении. Вот скажем, Илья Сергеев. Вышли, да? А я тебе не уступлю. Ты тоже в бабушку. Я тебе не уступлю. Ты в бабушку, а я в отца. Вот, говорит, сидеть, блин. Покажи. И сидеть будешь. Ты не имеешь. Почему? Да потому что я мать твоя, какая бы я не была. Правда? 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 Да, правда. Такая я бы не была. Ты тоже меня. Меня бабушку воспитывал. Ты мне никто. Понятно? Я не жду. Уйди, я сейчас приду. Понимаю. Но меня привлекает, что они добираются до боли не ради боли, не ради шока, не ради того, чтобы им поразить, а чтобы нащупать внутри этого комплекса тяжелого и невыносимого, казалось бы, свет в конце тоннеля. Возьмешь простыни, понимаешь, обыкновенный простынь, как разрыжешь все посередине, а по краям сосуды. Я счастливо огорошен своей мастерской, потому что мы с великими трудами набирали бешеные деньги, четыре с половиной тысячи долларов. Мне казалось, что пришли люди просто при деньгах. На втором году я обнаружил, что пришли настоящие люди. Они делают то, о чем мы только что говорили. Но я за них боюсь. Они попадают в жесткий мир, в иные условия игры. Лично для меня, если говорите во мне, то встреча с Гуревичем, она была принципиальной, важной и фундаментальной. Потому что после этого именно у меня был поворот в моей жизни и мое отношение к работе и профессии. И отношение к тому, что моя фамилия будет в титрах, она очень серьезная. Мне стыдно делать халтуру. Я боюсь этого. Здесь живет Дед Мороз. Здесь, заходи. Привет. А чего ты еще? Я тебе лысину покажу. Ой, что у тебя на голове? У меня на голове то, что елка на меня рухнула. Очень крупно. Где? Там, в этом месте. Так. Так ты собираешься? Да я собираюсь. Это Снегурочка, здравствуйте. Здравствуйте. Ёл, Валер, ты чего? Что это было? Что, где? Здесь? Ничего. Новый год. А? Сегодня Новый год же. Как она так рухнула? Так, очень крупно. Ёлки-палки. Ну, чего, да? Потом отвезли, все. Но ведь не чувствуешь, когда работаешь. Знаешь, когда дяденьки взрослые, вот, начинают кидаться стульями, то получается вот такие вот штуки. А где эта ёлка была? Не, в кабаке. Я же на больничном. Подожди, это был кабак и просто гулянка-пьянка и ёлка? Гулянка всех развеселил, все нормально, все попрыгали, все, ну, то есть, как бы, ну, все, все нормально, все. Бегали вокруг ёлки, игра, знаешь, как, сядем на стуле, кто, значит, с Дедушкой Морозом? Вот, побегали, побегали, то есть, тот стул последний остается, все. Один у нас там, ёлка, все. А выхватил из-под меня стул, все. Ну, вот, ну, все, я падаю, ёлка падает, все. Кто? Кто-то стул, значит, хотел по одному, стукнули по мне, вот и все, по Деду Морозу, все. Понятно, что Лёне хотелось, чтобы вы, помимо атмосферы, как бы, вы были и сыты, и настроение было у всех нормальное. Но, тем не менее, за, это же было не просто, как бы, сели за стол и поговорили, правда? Это за этим стал урок. Вот как, с чего, как, незаметно, может быть, как-то входило ли вы, в класс, что называется, да? На самом деле, как бы, про то, что у нас был урок, мы понимали после того, как все заканчивалось. Потому что, хотя уже потом, анализируя, было понятно, что вот тут-то он процесс и был. Потому что мы все садились, мы начинали там что-то есть, попивали немножко. И Леонид Абрамович нас спрашивал, это, наверное, у всех было, что, а чем вы занимались, кто к вам приходил. Вот мы, когда учились, был живщий Ролан Быков, к нам приходил там Михалков, мы рассказывали. А какой педагог нравится, кто операторское мастерство преподает. Мы говорили, что вот Алиса, ну и как нравится, а что нравится. То есть он как-то очень живо интересовался процессом. А кто вас учит монтажу, а как? Как учит, что интересно, что неинтересно, что нравится. Вот, потом у нас было... Это было не всегда, но иногда это было мне, например, очень нравилось. То есть он просил наблюдать вот эту нашу повседневную жизнь. Причем мы же, когда поступили в 93-м году, мы приехали все где-то в конце октября или в первых числах, вернее, в конце сентября и в первых числах октября, а 3 октября начался вот этот кошмар в Москве. И я помню, что мы все писали это задание, кто что делал в это время в Москве. А мы пошли с тремя ребятами из разных мастерских, тогда как раз был штурм Останкиной, мы влезли в самую гущу этого штурма в Останкиной. Я потом писала, у меня материал был, выступление было часа на два, я писала на нескольких страницах, как мы там были, как на моих глазах убили французского репортера, как мы там стояли, как мы ложились, потому что два БТРа вот так вот перестреливались. Перестреливались. И вот потом Леонид Абрамович долго рассказывал, насколько важно уметь наблюдать жизнь, видеть жизнь, видеть ее, самые разнообразные грани отказываться в гуще событий. И потом это очень помогло. Причем мне вот, например, помогло не только в документальном кино, сколько помогло в кино игровом. То есть я когда пишу игровых персонажей, я уже стараюсь вспоминать какие-то свои наблюдения, какие-то подробности, как человек двигается, как человек себя ощущает, как человек живет, как он держит вилку, как он ест. Какие-то вот такие неуловимые вещи, которые создают полутона, которые создают характер, ведь характер складывается вот все из мелочей, из полутонов. И вот этому я считаю, что я научилась в мастерских. Ребят, ну я тоже как бы причисляю себя к ученицам Гуревича, такое было. Но я помню, вот на меня произвело очень значительное впечатление, как бы мне это было уроком на всю жизнь, да, умение видеть мелочи. Вот мы снимали фильм о Коканде, предположим, мы зашли в узбекский дворик. И я прошла там, смотрела, какой дом, какой двор, как там коза стояла, овца стояла. А Леня мне говорит, вот посмотри, там был кран, прямо так вот, знаете, забетонированный в центре. И рядом стояла кружка, в ней стояла, я до сих пор это помню, зубная щетка. Рядом еще лежала какая-то детская игрушка. Он говорит, посмотри, вот это вот, какая говорящая деталь. Были ли у вас задания подобного образа, подобного рода, когда вас учили замечать детали? Вот ты правильно сказала, что детали все делают, что в человеческом характере? То есть у вас было это или это, предположим, только вот у нас было, когда он вел мастерский? Ну вот, как бы, он вычислял, кому это интересно. Вот мне это было интересно, например. Вот какие-то детали. И мы много говорили о том, что вот едете в метро, вот посмотрите, сидят молодой человек с девушкой. Вот как определить, пара, не пара. Вот по каким-то вот этим вот вещам. Потом действительно вот эти говорящие детали, вот стол. Вот очень важно, причем он даже, когда показывал фильмы, он показывал, вот посмотрите, вот тут так, вот тут вот так сделано. Вот посмотрите, как человек сидит. Это было важно. То есть вот эти все вещи, они говорящие. И правда, мне в игровом кино это пригодилось потом даже больше, чем в документальном. Заданий было много. Я могу сказать, что мне очень сильно помогает до сих пор умение быстро писать заявки. Умение очень быстро оформлять любую тему. Умение быстро ухватить суть и искать поворот тем. Это очень важно. И до сих пор, читая, кстати, у нас же в студии проработала целая куча ребят из нашей мастерской, я могу сказать, что четко отличаются заявки. Гуревич умел блестяще научить писать заявку. Очень четко изложить мысль, очень четко найти поворот, очень четко найти и расставить акценты. Он сам очень любил писать заявки и умел. Да, и сам умел это делать. Вот, кстати, он научил нас еще одной вещи любопытной. Не секрет, что очень много наших работ делается на деньги и бускину. И он умел научить так написать, чтобы обратили внимание. И не только это соответствовало внутренней сути, но еще и чтобы это было принято к работе. Очень важно. И, впрочем, проходимость заявок мастерских Гуревича парадоксальная. Процент проходимости очень большой. Ну, не только потому, что обратили внимание, но, наверное, потому, что качество хорошее. И качество, и форма. Играет музыка. 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 В этом доме мне нравилось просто общаться. Я думаю, какая-то была тоска по общению с взрослым умным человеком. Все делалось через любовь. Даже замечания какие-то, даже какие-то претензии, они были через любовь. И эта любовь настолько ощущалась повсеместно, на всех. Вот, очевидно, у каждого свой есть Гуревич, да? Потому что это было очень явно и ощутимо, заметно, во всяком случае, для меня. Вот. Поэтому лично я конфликтов каких-то не припомню. Хотя были замечания, были упреки в основном по поводу бездеятельности, безалаберности, лени, неактивности. Вот. Но в то же самое время, это неактивность, это лень, ну, как бы первый слой. За этим в любом случае были занятия и, как Вы говорили, уроки. Хотя это никогда не было как декларации уроков или занятий, или каких-то заданий. Это просто была жизнь со своими нюансами. Ну, вот эта жизнь и как это все происходило, и вот эти нюансы, как Вы говорите, они по сей день для Вас что-то значат, они Вас научили чему-то, Вы как-то это трансформировали в свою работу, в кино. Вам это как-то помогает сегодня? Это все свожу, конечно, к тому, что вот, как бы, уроки мастерства, да, они вот так незаметно ведь проходили, как бы, да, из-под воли. Вот это все на самом деле, наверное. Я ведь здесь не просто как ведущий, я такой же ученица, как и Вы. Поэтому для меня вся эта механика была уже против. Ну, вот Дима говорил, что нам все завидовали. На самом деле, ну, это правда, да, это действительно так. И, безусловно, это фундамент, это то, что является основанием для каждого. После этого человек вырастает в профессионалах. Ягоды здесь будут, конечно, безусловно. Но они не умирают, в отличие от этих рыб. Нормально, наверное, это быстро вздыхает. Но там-то живут свои жизни. Слушай меня внимательно. Вот в таких местах может обитать что угодно. Понял? Как раз они, такие места, свойственные для подземной странной жизни. Мы до конца не знаем, что за звуки андеграунда иногда слышим. Но это не технические шумы. За мной! Они боятся света! Оно боится света! Оно! Ты слышал? Продвигаемся тихо, понял? Оно близко. Мы находим как раз первый водный лабиринт. Но, похоже, он обитаем. Осторожней, тихо, тихо. Свету больше. Это где-то далеко. Надо пробиваться до зала. Руку, руку! Руку! Что же он? У меня другие, а другие будут. Звездейский, не надо. Ни каких мусоров там нет у него водяного дедушки. Он меня схватил почти за яйца. Но я успел. Я успел ему вырвать геморрой. Нужно заменить каску. В этой будет неудобно действовать. Наденем общий диггерскую. Остановим войну на Украине. Ее народу нужна наша помощь. Вместе мы победим. Звоните 646-386-2288. Холокост Remembrance Association. Правда и как она рассказана. Оркестр Национального Центра Искусств Канады представляет программу Правда в наше время. В Карнеги Холле. Дирижер Эндрю Шелли. Дерзкая девятая симфония Шостаковича. Плюс музыка Филиппа Гласса. Билеты от 25 долларов на сайте карнегихолл.орг или по телефону 212-247-78-00. Вторник, 5 апреля. Карнеги Холл. Оркестр Национального Центра Искусств Канады. Правда в наше время. Медицинская халатность. Халатность травмирует, халатность убивает. Вопрос. Как быть, если вам сделали колоноскопию или маммографию и сказали, что все в порядке, а потом оказалось, что у вас рак? Что делать, если в результате поздней диагностики рака вы теряете близких? Ответ. Марк Басикас. 1-800-Адвокат. Марк Басикас не только представит ваши интересы в суде, но и сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в трагических ошибках или халатности. Марк Басикас. 1-800-Адвокат. Очень важно оценить ситуацию и осознать, что происходит. Быть открытым и честным, что поможет быть свободным от стигмы. Это движение психологического здоровья. Присоединяйтесь к нам. Для бесплатной конфиденциальной информации о психологическом здоровье, обращения к поставщикам услуг и консультирования по вопросам кризисов в любой день и в любое время, позвоните в отдел по вопросам психологического здоровья округа Лос-Анджелес по телефону 800-854-7771. Hi, I'm Dr. Michelle Morse, Chief Medical Officer and Deputy Commissioner at the New York City Health Department. I have an important update about life-saving COVID-19 treatments. First, don't delay. Treatment works best when you start it as soon as you get sick. Get tested right away if you have symptoms or were recently exposed to someone who has COVID-19. Second, treatment can help you feel better sooner and avoid getting worse. Everyone wants to feel better fast when they're sick and COVID treatments do that. Third, treatment is available to New Yorkers who are 12 and older who tested positive for COVID-19. Fourth, there are many more treatment options available and now they're easier to get than ever. Treatments come as an injection or pills and now we can deliver the pills to your door within hours. Lastly, remember, treatment is not a substitute for vaccination. Getting vaccinated and boosted is still the best way to decrease your chance of getting COVID-19. If you test positive, talk to your doctor or call 212-COVID-19 to find out what treatment option is the best for you. of the time. The best-of-the-class is the best-of-the-class is the best-of-the-class treatment. The best-of-the-class is the best-of-the-class Доктора Леонардо Блея. Чтобы избежать тяжелого заболевания COVID-19, лучше всего, чтобы вы, ваши дети и пожилые члены семьи прошли вакцинацию или вакцинацию. И носили высококачественные маски. Защищай себя, Нью-Йорк. Чтобы узнать больше, посетите сайт nyc.gov. Или позвоните по номеру 877-829-4692. С вашей точки зрения недостатки, ошибки, беды. Но внутри этой системы предложены вашему вниманию. А не потому, что вы бы сделали это кино иначе. Это разумеется. Мы продолжаем мастерскую Леонида Гуревича, который попытались восстановить в его доме на кухне. Как было при его жизни. Выпускники высших курсов сценаристов и режиссеров, собравшиеся специально для съемок, составляют сегодня цвет российской документалистики. Каждый из цитируемых фильмов в этой программе имеет множество призов, полученных на международных и российских кинофестивалях. Он безумно любил вас всех, безумно. У меня было даже часто такое ощущение, что он любил больше, чем семью. Потому что для него это было важно. Но он очень многому у вас учился. И вот мне кажется, вот этот рывок, который произошел в том, как он стал преподавать, и в том, что в результате родилось, вот созрело, не сразу, а созрело через год-два, три, может быть, да, что это было, конечно, и знаком времени, и прогрессом его тоже лично. Каждый раз, когда Леня приезжал в Америку, он привозил с собой обойму ваших фильмов. И сожжал меня, и говорил, смотри. Ну, у нас как бы было всегда за слабого почти 30 лет нашей совместной жизни, я как бы принимала участие во всем, что он делал. И как была первым пробником. А мне все опробовали. Я помню период застойный, когда он привез, как раз где-то после перестройки это было, он привез работы ребят, и они были все неплохие. Но это был перепев, вот то, что ты сказал. Перепев того, что уже сделали до них мастера. Тот же Гуревич, тот же Зелекин, тот же, я не знаю, там, и другие. И вдруг, в последнее время, вот это были последние две мастерские, последний и предпоследний год, он привез мне последние работы. Вы знаете, я была потрясена. Я сказала, Леня, вот это уже новые ребята. Вот это уже новое кино. Новое качество, новая свобода. Он сиял, я не могу вам рассказать, как. Я понимаю, что все вы пришли на сценарные режиссерские курсы, любя кино, да, и желая стать кинематографистами. Ну, я случайно. Ну, хорошо, ты исключи. Ну, как правило. Можно ли, можно ли научить быть документалистом? Можно ли вообще научить человека, ну, даже просто не сильно способного, да, стать кинодокументалистом или просто режиссером? Кто-то из классиков, кто именно, не понял, но кто-то из классиков, ты точно сказал, что научить профессии режиссера нельзя, но научиться можно. Он очень сильно обращал внимание на отснятый материал. И насколько была разница в том, что ты, допустим, пишешь, да, то, что ты изначально хочешь, и что, в конце концов, получается. И мне кажется, что вот на нашей мастерской в большей степени все-таки, да, доминировало именно изображение, а не то, что было на бумаге. И вот важно было, да, на бумаге отразить свои какие-то пожелания и сделать конструкцию, чтобы она заинтересовала. Но очень важно также, чтобы материал дышал жизнью, дышал событиями, дышал какой-то своей демотуркой. И это, пожалуй, было самое главное, мне так кажется. Поэтому у Гулевича было такое терпение, потому что он каждый раз, отсматривая вот эти вот новые эксперименты с монтажом, он обращал внимание, и мы учились на ошибках всех, каждого из нас, чтобы материал был все-таки очень полноценным. К нему приехал его ученик по курсам, парень из Таджикистана, который достаточно успешно сейчас снимает кино. Ну, а тогда он делал какой-то свой второй или третий фильм, и он привез материал, просто материал, и показал Леониду Абрамовичу. Я сидела тут, по ходу дела было опущено на чистку картошки для ожидаемых гостей, и вот сижу я, чищу картошку. Посмотрели мы материал, который, естественно, не озвучен без шумов. Вот пленочка. Мы это все посмотрели, и мальчик, опустив глаза, запустив волосы в буйные кудри, сказал, вот я не знаю, Леонид Абрамович, что это должно быть. Я не знаю. Вот я вижу себе фильм. А какой, не знаю. И Леонид Абрамович, который видел не больше меня, он видел фильм без, повторяю, звука, текста. Он сказал, фильм у тебя будет такой. И дальше он рассказал, вот исходя из того материала, который мы видели, он рассказал все. Он рассказал, с чего фильм начнется, как он будет продолжаться, какова будет кода и кульминация, чем это закончится, какая музыка должна будет лечь здесь, а здесь, а здесь. Вы знаете, к сожалению, это кино так и не было закончено, оно так и не родилось, как факт. Но в те минуты я, конечно же, наивно полагала, что это будет призер всех мыслимых и немыслимых фестивалей. А сейчас, когда я вспоминаю этот рассказ, так по-гуревичски яркий, образный, невыносимо интересный, оторваться от которого нельзя ни на одну секунду. Я вижу это кино. Ну что, я считаю, что у меня вообще жизнь резко изменилась с приходом на курсы. И насколько только сейчас начинаю понимать, насколько мне повезло, что я столкнулся с этим человеком. Наверное, если бы не было Бугуревича, наверное, у меня жизнь бы просто была совсем другая. Почему? И личная, и профессиональная. Потому что нам завидовали просто другие ученики из других мастерских, из игровых, из сценарных, втянулись к нам. Потому что у нас, мы жили этим, а они учились, а мы жили. Вот и все. Потому что были часы отведенные, когда Гуревич приходил в класс на высшие курсы, мы обсуждали заявки. Потом мы шли в Дом кино, продолжали это обсуждение. А потом мы уже приезжали к нему домой, тоже продолжали обсуждение. То есть, по сути, это был такой отрезок жизни, который просто мы проживали эту жизнь вместе и учились. Просто круглые сутки. Ну, грубо говоря, действительно какая-то вторая семья возникла. И мы до сих пор дружим. Потому что все благодаря ему. Он заводился от хороших. Ну, вы знаете, я боялся опаздывать. Он так отводил, он так говорил, что ты свое время, если ты свое время не так уважаешь, ты хотя бы уважай других. И вот было стыдно просто опоздать. Если я опаздывал, я лучше прогуливал. Потому что было прийти и видеть эти глаза, вот опять думаешь, сейчас будут тебя отсчитывать. Уже взрослые семьи у всех, дети. Как раз на первом курсе были экзамены, а у меня был монтаж в день экзамена, в день сдачи. Я ему звоню накануне, и такая наглая абсолютно, как я сейчас понимаю, я звоню, говорю, знаете, я завтра не могу на экзамен пройти, но у меня завтра монтаж. Он сказал, ну, ты делаешь выбор. Я говорю, да, я делаю выбор, у меня завтра монтаж. И после этого я сдала экзамен в другой раз со всеми. Но он сказал, ты правильно выбрала монтаж. Хотя я думала, у меня вообще выгодит. Я представитель самого последнего поколения. Мы начинали заниматься, позанимались всего два месяца. Потом Леонид Абрамович уехал в Америку. Так, наверное, это для нас и осталось, что он уехал в Америку. Вот, поэтому я могу так позавидовать всем здесь присутствующим, потому что я никогда здесь за этим столом не сидела. Вот первый раз здесь, казалось, когда соседку кушаю, вот купью. У нас такого не успело, наверное, произойти. Но даже эти два месяца, предположим, что... Были эти два месяца, были там несколько барышень, которые вдруг собрались учиться на документалистов. И был Леонид Абрамович. И, наверное, это было самое главное. И я до сих пор, наверное, достался как какой-то критерий всех людей, которых я после этого встречала. Я всегда сравнивала с Леонидом Абрамовичем. Никого больше, пожалуй, настолько порядочного, настолько внутренне честного по отношению к тому, что делает. И по отношению и к себе, и к людям, пожалуй, так и не встретила. К сожалению. А это к тому, что он был внутренне каким-то очень советским человеком. И рассказал такую историю. Вы знаете, ко мне, помимо того, что я учу на высших курсах, частным образом ходят заниматься ребята. Я их учу снимать кино. И они с удовольствием чего-то ходят ко мне и денежку платят. Я говорю, Леонид Абрамович, а что стыдно в это расскажите? Мне так стыдно брать у них деньги. А он мне тоже об этом говорил. Он сказал, что я как частный гинеколог. Приходят и фиськи подправляют. И денежку кладут. А как вы считаете, вот такое обучение, такая методика, когда ты существуешь рядом с мастером, который дает тебе профессиональные навыки, там, учат жизни и так далее, она оправдана для режиссеров? Я не знаю, но сегодня говорим о документаре. Это единственная суперсистема, конечно. Это лучшая киношкола в стране. Если смотреть по соотношению выпускников высших курсов и, скажем, в ГИКа, курсовцы больше в сегодняшнем кинематографе. В документальном, наверное, процентов 60. Это точно курсовцы. Хотя выпускается их намного меньше. В игровом все новое поколение режиссеров и игрового кинематографа. Это тоже высшие курсы. Это замечательная киношкола, там замечательные, преданные делу люди. Туда было бы всегда приятно приходить. Нет, я просто относительно Гуревича хотел сказать, что таковой методики, наверное, не существует. Ее невозможно повторить, потому что методика Гуревича – это сам Гуревич. Это методика одного человека. Но помимо того, все-таки у него было открытие. Он первый, кто, в общем, сформулировал, что такое сценарий, документального кино. И это совершенно нормальное открытие теоретически. Это не просто только на человеческом бассе. Хорошие люди есть еще. Этот человек действительно владел мастерством и мог его передать. Как бы завершая нашу беседу, каждого из вас попробуйте симулировать. Потому что в книжке, на которой я работаю, и надеюсь, что она выйдет через год, обязательно будет глава «Школа Гуревича». И мы сегодня собрались здесь тоже. Все наши сегодняшние разговоры будут иллюстрироваться вашими фильмами. И наши зрители немедленно, после двух-трех кадров, поймут, какого уровня это работает. Школа. Пожалуйста, ребят, каждый из вас, вот как бы вы для себя сформулили, что такое «Школа Гуревича»? Никогда не снимать тех, кто неприятен, никогда не снимать тех, кто неинтересен. Открывать в процессе съемки тех, о которых думаешь, и которых хочешь показать другим. Знаю, это же механизм известный. Слушай, я увидел такое, или узнал такое, что я не могу это носить в себе, я должен это другим отдать. Гуревич учил внутреннему, дрожащему, действительно честному отношению к герою. Первым делом нужно его любить. Если ты его не любишь, ничего вообще не будет. Не будет кино как такового. Ну, первое, что нас спрашивал Савель Гуревич, это то же самое, что сказал Сережа, только другими словами. Он спрашивал, он приносит жертву, он говорит, во имя чего? Вообще затевается история. Во имя чего это кино? Вот. И из этого все исходит. Он сам себя привносил в каждый фильм. Он всегда себя не жалел и тратился, сколько нужно было. А это и было главным преподавательским зерном, потому что из него исходила эта энергия. Он был накоплен этой энергией вообще. Сколько он сделал фильмов, я не знаю, может, мы когда-нибудь тоже так снимаем, в таком количестве. Но он-то работал-то. Мы-то знаем, что он работал, абсолютно честно. Как он это все генерировал в результате. То есть, я думаю, поэтому он все-таки раньше ушел. Основным вообще базисом всего, это самое главное было для Гуревича, то это отношение к герою. Надо героя любить. И отношение к тому, что ты делаешь, серьезное. Поэтому вот сейчас мы не можем делать халтуры, как сказал Раевский. Потому что у нас... Нет, ну, мы делаем халтуры, но мы делаем это так, чтобы не было за это стыдно. А вот это самое главное. Чтобы не было стыдно за свою работу и не было обидно тем людям, которые являются героями этой работы. Пошли, да? И чтобы с этими героями дальше какая-то жизнь. Чтобы не просто использовал человека, снял его и бросил. А вот. А чтобы он тоже что-то имел от этого, помимо этого фильма. И этому критерию я придерживаюсь, ну, стараюсь придерживаться достаточно строго. Потому что вот и в последней моей работе, мне кажется, я не приеду в этот постулат. Что ты дал сэру Полу Маккартину? Нет, не сэру Полу Маккартину, а вот про этнографию сновидений. То есть я... Мы говорили с оператором, вот когда мы снимали, ну, что мы делаем? Вот. Мы приехали... Ну, там история такая, что скульптор, у которой погибла работа, которую она делала, ну, вложила полжизни в нее. Вот. И эта работа погибает. И в конце концов она мне звонит и говорит, что работа погибла, и мы едем, мы это снимаем. Вот. А я все время мучивался, ну, совесть мучила, а стоит ли это делать вообще? А потом понял, что да, что вот я представлял себе Куревича и понял, что это нужно делать, потому что для этого человека это был единственный шанс увековещать свою работу в кино. И то, что мы приехали ее снимать уже в развалинах, поняли, я понял то, что мы просто спасли эту женщину, потому что иначе бы она вообще одинокая была, никому не нужна. Вот. И всегда задаешься этим вопросом. Не навредить. Вот. Есть какой-то внутренний ценз, который поставил Куревич, дальше которого нельзя. Мне вот сейчас, я думал, там у меня возникало несколько слов, вообще сложно, конечно, какими-то изумными словами сказать, поэтому такие целые артиллерии различных определений, и вот более всего для меня, наверное, все-таки подлинность, вот возникло состояние подлинности, да, и Дима совершенно правильно говорит, когда определяет это как некий нравственный такой порог, да. И для меня подлинность в чем она? Вот. Я понимаю, что я не буду снимать кино, если мне это не интересно, если это меня не трогает. Хотя, конечно, профессия приучила к тому, что я разделяю какие-то вещи. Вот это мое, а это ремесло. Это надо сочетать, к этому надо нормально относиться. Поэтому возникают и халтуры, то, что мы называем, да, возникают какие-то вещи для денег, для заработка, но есть авторские вещи. Вот когда мы говорим об авторских вещах, вот здесь... Куревич никогда бы не рассказал. Вот авторские вещи и вот эти вещи. Этого категорически не было. Ну, кажется, во всем... Он говорит, что да, можно зарабатывать деньги, но нужно находить в этом что-то свое, как-то с этим... Так же работать с этим материалом, как со своим. Я помню этот разговор с Куревичем, когда работал на ТНТ-канале, да, который не самый лучший, в общем-то, в определениях качества художественной подлинности, вот. И мне он тогда говорил, в принципе, что за все надо платить. Вот. И действительно, эти разговоры происходили, и, в общем, если я сейчас говорю об этом, говорю о подлинности, я разделяю какие-то вещи. Для меня это воспринимается так. Кто-то это воспринимает по-другому. Но у нас взаимопонимание возникало, и не было противоречия. Мы с горячим на этой кухне выяснили там тончайшие детали поступка, как это, как это, вот можно так поступить, или нельзя так поступить вот в этой ситуации. То есть, мне кажется, для него всегда этический, мы любимый наш разговор. А в том, что документальное кино это же с живыми людьми мы работаем. Да, документальное кино в прямую связано с этикой. Да, и основной принцип документального кино не навреди. Ты можешь поставить себе бешеную художественную задачу и ради этого, я не знаю, представить человека дураком. И надо выбирать. А вот, кстати, вот о халтуре, вот он говорил о Галанторе, что он мог так из любой, так из халтуры сделать произведение искусства. И вы знаете, что еще хочу сказать? Вот это, что Дима сказал, что вот сейчас Абрамовича нет, и что вот эта память, что вот раньше был этот критерий, это стыдно было перед ним. А теперь вот Абрамовича нет, а стыдно перед всеми. Вот это дрянь сделает, да, это перед всеми. Раньше вот это перед одним было стыдно сделать, а теперь вот это перед всеми стыдно сделать. Это как-то еще. Вот во столько раз это это и вот увеличивает вот то, что дрянь сделает. Во столько раз это увеличивает ответственность. Взрослая ответственность. Да, да, да. У Питера Брука есть такое понятие, называется неживой театр. И вот сейчас, так ездим международным кинофестивалем, очень много неживого кино. Вот когда прекрасная операторская работа, отточенная форма, все замечательно, все блистательно, но оно неживое, оно пластмассовое. Вот у учеников Гуревича такое невозможно, потому что он отчаянно, яростно боролся за живое. Пусть оно будет с веснушками, пусть оно будет там какой-то с кривыми ногами, но оно должно быть живое, по нему должна течь живая кровь, от него должно быть больно всем сидящим за... Понимаете, вот это было самое главное. Или весело, смешно, но оно должно быть живое. Оно должно, при том, что оно требовал формы и добивался этого, причем не только в киноматериале, но и в заявке. И заявка должна быть отточенная, и сценарий должен быть отточенный, и форма любого фильма должна быть, но при этом она должна быть живая. Сколь бы совершенной она ни была, если она неживая, он не будет читать, он не будет с этим работать. Нет. Сейчас еще некоторые из нас изредка преподают, и когда преподаешь, думаешь о том, думаешь о том, как... Я всегда думал, как точно одно из умений мастера правильно набрать мастерские, чтобы ребятам, друг с другом было интересно. Я... Во-первых, мне интересно со всеми учениками Гуревича, с которыми я знаком. Действительно, замечательные ребята. А во-вторых, было чрезвычайно интересно в нашей мастерской. Мне было очень... Мне кажется, нам всем очень дружно жилось тогда, когда мы учились. И я считаю, что вот умение набрать, сделать из мастерской такой рабочий коллектив, это очень... Это тоже школа. Это просто очень важно. Ребят, а вот как раз Арнольд задел тем, которое я хотела спросить. Скажите, ведь учитель воспитает ученика, да, есть такая фраза. Но вот насколько то, чему научил Гуревич, именно его школа, его мастерство, умение научить мастерству, насколько вы считаете, вы сможете передать другим? Мне тоже пригласили в одну киношколу показать кино и так, поговорить с ребятами. Я им стала рассказывать первым ярум о Гуревиче. Чем кончилось этот показ и все? После этого ребята подходили и расспрашивали, а что за Гуревич? И завидовали, завидовали, завидовали. Я буду пытаться учить, как при этом сохранить себя, сохранить взгляд на искусство, на наше документальное кино, как на искусство, как на самовыражение. Я вовсе не говорю, что башня в слоновой кости. Но это важно, чтобы люди думали, чувствовали, переживали, а не только находили тему, которая на острие, которая при... Если ты ее нашел, понимаешь, что она будет хорошо оплачена, и ты ею дышишь, это одно. Но если ты находишь это, потому что знаешь, что это будет злачно и успешно, я не из твоего караса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok